Здравствуйте! Это программа Евгения. Мы рассказываем жизненные истории жителей Мордовии, известных и не только. Как милые увлечения превратить в профессиональное занятие знает Людмила Уварова. Своими руками она делает украшения в неповторимом именно ей присущем стиле. Но поверила в себя девушка не сразу. Какой путь пришлось пройти Людмиле Уваровой, расскажем в этой истории. Были такие события в жизни, не одно, когда я выстраивала, ну как я называю, замок. То есть вот так вот все должно быть вот так, он такой, так вот я вижу, и никуда он не шелохнется. А этот замок рушился. Ну то есть это было не один раз, скажем так. И, наверное, с каждым вот этим разрушением я понимала, что не нужно создавать что-то железобетонное. В нашей жизни даже экономические какие-то моменты в нашей стране происходят, в нашем регионе, что нет ничего надежного, нет ничего железобетонного. И когда ты готов к разным вариантам, вот так вот жить проще. Позволить делать ошибки себе и другим, принимать себя разной. Этому Людмила Уварова научилась не сразу. Но благодаря этим умениям смогла найти себя, а главное найти смелость заниматься тем, что нравится. Бижутерия своими руками, милые украшения, которые требуют большого труда и усидчивости. Украшение, оно самое долгое. Какое-то украшение могу вообще там три дня делать. То есть это в зависимости от техники. Как муза придет? Ну, как отточу. Вот есть такая техника смола, ветраль. Я недавно стала с ней работать. Она очень капризная. То есть это ну вот такой резервуар со смолой. Если работать долго, она затвердевает. То есть мне нужно было привыкнуть к ней. Я три пачки просто вот засушила. Одна бабушка вязала ночами, другая хранила шкатулку с дорогими сердцеукрашениями. Тяга к ручной работе из поколения в поколение. Сейчас вот сын алмазной вышивкой увлекся. Чувство прекрасного, к чему-то красивому, вот эта тяга и к ручной работе, это из рода идет. То есть я изучаю моих прадедов, там, прабабушек. И все это вот впитываю я тоже. Моя сестра, там, и дети мои будут тоже творческими благодаря им. И когда мы с мамой, чем больше об этом говорили, она говорит, да, ну точно, это твой путь. Потому что, ну а как перестать творить, если душа просит? Как вот сейчас тебя посадить в офис, там, юристом? Я очень уважаю юристов, юристов-экономистов. Я знаю юристов по призванию. Но когда я сидела с этими договорами, думаю, что я тут делаю? Ну это какая-то грусть, что я проживаю чью-то жизнь. А кто-то там неумело, может, бусинки плетет. Хотя мама увлечение Людмилы приняла не сразу. Думала, что это просто хобби. Оказалось, непросто. Первой, кто поверил в девушку, была лучшая подруга. Она поддержала не только советом, а творческой натуре так важно, чтобы в нее верили. Это сильнейший мотив заниматься любимым делом и дальше. Девочки мои некоторые, знакомые, которые начинают рукоделием заниматься, и им говорят, там, брошка кривая. Ну то есть вот тут вот шито криво. Очень много перестали заниматься, перестали это выкладывать. Ну не идеально, да. И то есть их самые близкие причем. Говорят им это. Что ты глупостями занимаешься, что у тебя не получается. Иди после декрета выходи обратно в офис. А она прям мечтает. Она вот днями и ночами это все плетет и шьет. Синдром отличницы и вот эти навязанные установки, они, конечно, мешают. Своим творчеством хочется делиться. И чем больше аудитория, тем лучше. Поэтому Людмила стала осваивать социальные сети. И здесь тоже нужна была смелость. Сначала каждая из сторис была выходом из зоны комфорта. То есть мое какое-то такое постепенное развитие и борьба со страхом. У меня дикий страх камеры. Никак. Я иду на камеру. Мне страшно. Но сейчас уже вот мы общаемся, мне уже не страшно. Когда я поднималась сюда, мне прям дыхание сперло. Я думаю, да куда я иду? Зачем? Развернись тебе. Зачем это нужно? Сейчас Людмила разговаривает со своими 13 тысячами подписчиков без стеснения. А это все импровизация на самом деле. Вот наш разговор импровизации. И это вот чистой воды. То, что пришло в голову. Да. То есть сейчас мне вот нравится, что мы созвучны. А что я походу еще может скажу? Ну вот и все. Съемки уже закончены. Посмотрите, какая красивая у меня ведущая. И как мы созвучно с ней оделись. Евгения, вот мой образ, мы даже не договаривались. Не договаривались. Да, Евгения прекрасно. Мы сделали шпильки. Мы поговорили. Вот этот замечательный оператор Стас, которого я не предупредила, что буду снимать. Даже рассказал, что обе мои стороны лица рабочие. Еще несколько лет назад Людмила, как все, каждый день ходила в офис. Выполняла рутинную работу. Но искры не было. Было очень много печатной продукции, открытки, визитки, пакеты. В общем, все-все. Рекламное телевидение, радио. То есть это я все делала единолично. Говорила, я в рекламное агентство. Час делала работу и потом еще час гуляла. И думала, ну вот что же мне такое придумать. То есть это мне было ежедневно. Чем бы таким заняться, чтобы принадлежать себе. И теперь работа Людмилы делает наш мир немного красивее. Дарить минуты счастья, обладательницам ее украшений. Сейчас она уже дает мастер-классы всем желающим. Любого научит, например, делать шпильку, которая украсит повседневный образ и для свадебной прически подойдет. Берем самую большую бусину. Вдеваем. Далее берем меньше по размеру. Это вот это, наверное? Да. Еще меньше по размеру. Это вот это. В создании украшений главное не суетиться. Бусинка к бусинке. Этот процесс чем-то похож на медитацию. Техника оттачивается с количеством сделанных украшений. У нас же в результате получилась вот такая шпилька. Ее можно оставить ровной. То есть в волосах она будет ровной. Можно сделать вот так вот волной. Тоже очень классно смотрится. Можно сделать вот такими вот волнами обе. И, например, в волосах уже соединить. Ну там пучок будет или что уже будет. Как-то вот так. Я ничего не вижу. Что-то делаю. Ну то есть там уже будет творчество мастера, стилиста по прическам. Она будет смотреть. Штучные вещи всегда индивидуальны. Не получится двух одинаковых ожерелей. Тем они и ценны. Тепло с душой. Когда берешь это в руки, ну даже жалко пользоваться. То есть чувствуешь, что человек вложил душу. Понятно, что и в промышленных масштабах, на фабриках создатель этого бренда, продукции вкладывает душу. Но здесь вот оно другое. Там подпечатки пальцев даже. Итог этой истории прост. Надо не бояться идти навстречу своим страхам, верить в себя. И тогда все получится. Это была программа Евгения. До следующих историй. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok